В этом году все отрасли экономики России работают в условиях серьезного давления. Несмотря на это, агропромышленный комплекс показывает очень высокие результаты. Статистика подтверждает, что сегодня это один из самых успешных секторов экономики Ульяновской области. Как не раз отмечал президент России, страна обеспечивает свои потребности и находится в числе ведущих мировых производителей продовольствия. Наш регион в полном объеме закрывает свои нужды по производству зерна, сахара, растительного масла с учетом производства хозяйств населения в картофеле и овощах. По итогам 9 месяцев рост производства продукции сельского хозяйства составил почти 109%. Это выше среднероссийского показателя. В этом году ульяновские хлеборобы показали лучшие результаты панамолу зерна за последние 30 лет, собрав больше 2 миллионов тонн зерна. Урожайность 35 центнерсгектара для Ульяновской области является абсолютно историческим рекордом. Но и конечно не только в зерне мы преуспели, мы убрали на 3-4% больше и сахарной свеклы. В целом хочу сказать, что обеспеченность Ульяновской области, именно жителей Ульяновской области на 102% по сахару. По овощам в этом году мы увеличили практически картофелю в два раза объем пассивных площадей, поэтому мы собрали картофели и овощи более чем на 60%. По предварительным подсчетам Ульяновская область заняла 10 место в Российской Федерации и 3 место в Приволжском федеральном округе по количеству созданных кооперативов. Изначально в нашем регионе был взят курс на поддержку кооперации. Сегодня кооперативы обеспечивают занятость 7 тысяч сельских граждан. В 2022 году численность постоянных работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах составила 289 человек, что на 3,6% выше уровня 2021 года. И из этого числа 36 единиц были вновь созданы рабочие места. Кроме того, в кооперативах в 2022 году по сравнению с 2021 годом возросли объемные показатели закупки сельскохозяйственной продукции. Это молоко, овощи, зерно и так далее. Ключевой позицией в развитии сельского хозяйства является экономика. В этом году Ульяновский государственный аграрный университет совместно с профильным министерством и производственниками возобновили работу школы-экономиста. Действительно, направления, которые были в прошлом, они были на тот момент обозначены, ряд школ и направления. Сегодня мы на территории Ульяновской области охватываем все муниципальные образования. И деятельность нового кластера, так назовем, на сегодняшний день. Вот показан слайд. Здесь мы расширили спектр направлений школ. Фермер из Радищевского района Камиль Юнусов признался, что этот год стал для сельского хозяйства сложным, но продуктивным. Многие сельхозпроизводители не до конца убрали подсолнечник из-за погодных условий. Но это не повод сдаваться. Из года в год мы вводим в оборот залежные земли, увеличиваем сельхозплощадя, используем современную технику, агротехнологии, удобрения активно пользуемся. И ежегодно увеличиваем нашу урожайность. В честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ульяновской области в правительстве наградили лучших работников отрасли. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.